Золотую пальмовую ветвь, главную награду 75-го Каннского кинофестиваля, получила картина «Треугольник печали» шведского режиссера Рубена Эстлунда. Об этом сообщает Интерфакс. Кроме того, в Каннах назвали других лауреатов конкурса. Так, вторая по значимости награда Гранн при фестивале досталась фильму близко Лукаса Донта. Обладателем награды за лучшую режиссуру стал южнокорейский режиссер Панч Хан Ука за картину «Решение уйти». Специальный приз к 75-летию фестиваля вручен фильму Тори и Лакита «Братьев Дарден». Также жюри фестиваля назвала лучшего актера. Им стал кореец Сон Канн Хо за роль в фильме брокер-режиссера Хиракадзу Кареэда. Награда за лучшую женскую роль досталась актрисе Зара Амиры Брахими за работу в фильме «Священный паук» режиссера Али Абаси. Помимо этого приз за лучший сценарий получил шведский режиссер Тарикс Олег за фильм «Парень из рая». Приза жюри удостоены две картины итальянско-бельгийская лента «Восемь гор» режиссеров Шарлотты Вандермерс и Феликса Ван Грунингена и фильмы о польского режиссера Ежи Скалимовского. Награда «Золотая камера» за дебютный фильм досталась картине боевой пони Джина Гэмил и Райли Кио, представленной в программе «Особый взгляд». Почетную золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля получил актер Том Круз. Как уточняется, в основном конкурсе фестиваля в этом году было представлено 18 картин, в их числе была представлена новая работа режиссера Кирилла Серебренникова «Жена Чаковского». Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. Смотрим Телеграм и Яндекс Дзен, вести.ру Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс Дзен и Телеграм. ВКонтакте, Яндекс Дзен и Телеграм.